здравствуйте друзья предыдущих видео я рассказал практически все что нужно знать о шульве поэтому сегодня мы обойдемся без длинного предисловия и сразу отправимся в самое сердце святилища дракона это самое сердце назвали убежищем дракона и пусть игра нам говорит что мы вошли в светилище на самом деле спрыгнув вот здесь вниз мы попадаем в изолированную область со своими особенностями своими врагами и лично я считаю что мы уже оказались на территории новой локации впрочем это не то чтобы важно сейчас наша задача спуститься вниз это будет сделать не так просто потому что лестницы ведущие туда по каким-то причинам оказались разрушены было ли это сделано с целью предотвратить вторжение рыцарей крови или же это постарался син после пробуждения но в любом случае теперь нам придется это место как-то проходить для начала нам нужно набраться смелости и спрыгнуть на мост снизу затем еще раз набраться смелости и спрыгнуть уже с моста так мы оказываемся перед комнатой в которой стоит незнакомый для нас враг это если что один из тех самых рыцарей крови дракона и его присутствие здесь является ярким подтверждением тому что защитники шульвы не справились с поставленной перед ними задачей но да и ладно рыцари крови дракона в этом месте давно пусты хотя судя по их движениям боевую сноровку пока еще не растеряли эти ребята весьма шустры несмотря на явный перегруз а их удары как можно заметить наносят ощутимый урон даже через серьезную защиту в общем каждый из них опасен и не потерпит пренебрежительного отношения но мы не собираемся их недооценивать о чем свидетельствует наша первая победа теперь осмотревшись мы понимаем что оказались в помещении где имеется две круглых двери и кнопки с помощью которых эти двери открываются покрутив камерой мы также замечаем несколько кристальных ящериц и рыцаря святилища они пока что бездействуют так что инициатива остается за нами раз так то давайте первым делом постреляем в рыцаря убить его таким образом навряд ли получится так как он быстро смекает что дело пахнет керосином и спрыгивает в комнату за дверью но какую-то часть здоровья мы у него все равно забираем теперь можно открыть дверь в этой стороне и решить вопрос с рыцарем а можно этого и не делать так как кроме пустого врага тут нас ждут не менее пустые сундуки очевидно что нападавшие на святилище рыцари времени даром не теряли и прихватили все до чего смогли дотянуться жаль очень жаль мы бы наверняка нашли хранившимся тут предметом достойное применение ну ладно теперь давайте разбираться с ящерками этих существ здесь имеются четыре штуки и они все разом выскочат когда большое отверстие на двери займет верхнее положение как их всех одолеть за раз я не знаю но нам оно и не надо так как потребности в ресурсах у нас попросту нет но если вы нести все для вас принципиально и вы решите сделать второй заход то перед этим не забудьте изменить положение двери если этого не сделать то ящерки разбегутся сразу и ловить их избегая атак рыцаря будет крайне неудобно кстати за дверью в этой стороне тоже ничего нет так что потопали дальше теперь чтобы продолжить спуск нам нужно свернуть вправо не спрыгнуть на очередную платформу на ней ничего интересного нет поэтому проходим по сломанной лестнице и попадаем на развилку отсюда можно пойти прямо или свернуть налево но на самом деле особой разницы куда идти нет так как эти пути меж собой связаны впрочем если пойти прямо то мы сначала найдем тело с лутом а потом окажемся за спиной рыцаря все это говорит само за себя так что бьем врага который кстати отлично чувствует нас спиной и не позволяет застать себя врасплох после чего он снова спрыгиваем вниз найдя разрушенную лестницу врагов на этом этаже вроде как нет поэтому спокойно осматривая местность мы сначала отмечаем для себя возможность продолжить спуск спрыгнув на платформу потом замечаем двух рыцарей стоящих внизу ну и конечно же коридор уходящий куда-то в сторону следуя по этому коридору наше шестое чувство в какой-то момент начинает бить тревогу и мы прислушившись к ощущениям находим фальшивую стену за которой внезапно оказывается костер про что и чувство я конечно же приврал а за эту находку на самом деле нужно благодарить авторов вики так как сами бы мы ее наверняка пропустили и так отметившись на костре мы двигаемся дальше что приводит нас к длинной лестнице под ней стоит рыцарь который оказывается достаточно глазастым чтобы нас заметить и пойти в атаку для нас такое его поведение только на руку он так как внизу стоит его соратник а тут мы сможем сразиться в честном поединке не без труда одолев рыцаря мы спускаемся по лестнице и вступаем в бой с его товарищем после недолгой беготни и неуклюжих кувырканий мы одерживаем очередную победу и можем позволить себе обыскать этот этаж хотя как показала практика на искать тут нечего так как все что можно уже было кем-то найдено и успешно вынесено жаль очень жаль но как говорится на работе я не гостью унесу хотя бы гвоздью вот и мы давайте хотя бы помародерствуем и снимем доспехи с тела рыцаря лежащего у стены на этом тут вроде как все а значит нам пора возвращаться наверх и снова готовиться к рискованным падениям следуя этому плану мы в какой-то момент замечаем лут и не имея возможности сопротивляться силе притяжения прыгаем в его направлении так мы приобретаем немного винного бальзама и заглянув за угол понимаем что оказались в коридоре где лежит еще несколько тел с предметами и стоит два рыцаря что тут делать и так понятно поэтому не долго думая выманиваем ближайшего врага и бьем его за углом теперь можно поднять лут и аккуратно продвигаться ко второму рыцарю он смотрит в другую сторону но как мы знаем у этих ребят глаза есть и на спине поэтому рассчитывать на элемент неожиданности не приходится учитываем это при нападении а одержав победу приступаем к сбору ценностей тут на одном теле находится душа воина на втором мерцающий титанит и за углом есть еще одно тело бывший владелец которого припрятал несколько шелковистых камней все тут больше ничего нет поэтому возвращаемся на исходную и снова приступаем к спуску так после череды прыжков и падений мы оказываемся на дне и игра сообщает нам что мы таки добрались до убежища дракона это не то чтобы новость для нас поэтому не обращая внимание на сообщение давайте посмотрим что тут есть а есть тут вход на арену с боссом и два знака призыва один расположился прямо возле пелены и за ним скрывается некое или стальное сердце а второй можно найти в другой стороне и его оставил бенхарт цели все понятно она просто фантом без квестовой линии а вот с призывом бенхарта я так до конца и не разобрался засчитывается босс этой локации в его квест или не засчитывается в общем давайте не будем долго думать и просто дадим шанс этому воину показать себя в очередном бою теперь нужно провести некоторую подготовку для этого поднимаем свою защиту от тьмы и возможно от огня зачаровываем свое оружие магическим уроном после чего в принципе можно заходить оказавшись на арене мы видим высокую фигуру стоящую перед огромным барельефом мы ничего хорошего от нее не ожидаем поэтому без лишних церемоний тут же бросаемся в бой выслушав что-то невнятное мы узнаем что нашим противником стала скверная королева элана не знаю кто перевел сквалит как скверная но не мне их судить итак начав бой с королевой мы внезапно осознаем что наше оружие вот-вот сломается и в панике ищем среди своих вещей порошок для починки дабы исправить это упущение благо дело бенхард не сидит без дела не дал нам немного времени теперь можно вернуться в бой и собственно давайте о нем пару слов королева элана по сути является магом некромантом полагающимся на заклинание тьмы и призыв нежити правда в ее арсенале есть и огонь но это явно не ее конек и те же атаки огромным топором представляет куда большую опасность впрочем все ее порчи и прочие атаки ни в какое сравнение не идут с угрозой исходящей от призыва элана в течение боя может призывать скелетов полых свиней и даже рыцарей похожих на вельстата естественно если допустить такой балаган на арене то бой превратится в сущий ад и одолеть королеву будет крайне сложно учитывая это главным и пожалуй единственным пунктом в победной тактике будет максимальный урон в босса несмотря ни на что чем раньше королева пойдет тем меньше она успеет призвать помощников а значит и бой будет проще вот пример мы с бенхартом вполне себе справились что позволило завершить бой еще до появления рыцарей за победу над королевой мы получаем ее душу и право пройти дальше впрочем дальше мы пока наверное не пойдем давайте ненадолго задержимся тут и я поделюсь своими мыслями насчет некоторых вещей которые мы узнали и увидели в ходе прохождения конечно это не станет откровением для фанатов но думаю найдутся и те кому это будет интересно итак перед нами барельеф копию которого мы могли видеть в храме дракона совпадением это быть не может а значит алдия который тот самый храм строил вероятно как-то связан с шульвой как именно сказать сложно но на эту связь также указывают другие мелкие и не очень мелкие детали к примеру по пути сюда мы встречали так называемых несовершенств само их название и тот факт что из них добываются кости дракона наталкивает на мысль о том что эти существа стали результатом неудачных попыток алди создать дракона также в ходе прохождения мы встретили жриц чьи тела изменились вероятно под действием яда и стали напоминать растения та же королева илана и вовсе выглядела как сплетенные корешки что невольно отсылает к внешнему виду алдии что еще интересно королева в бою призывает себе на помощь рыцарей в точности копирующих королевского защитника вельстата это также указывает на некоторую связь венрика и алдии с культом дракона из шульве конечно можно предположить что вельстат стал защитником короля по рекомендации алдии и венрик тут ни при чем но в это верится с трудом ну и еще одну параллель хотелось бы провести прежде чем пойти дальше все мы знаем что син во время пробуждения выдохнул огромное количество яда однако откуда этот яд взялся никакой информации нет и тут мне вспомнилась другая история про яд которую мы узнали проходя земляной пик там одна красавица тоже любила дунуть гадости и выкачивала на ее прямо из-под земли то есть можно предположить что некогда вся подземная полость где ныне располагается шульва была заполнена ядовитым газом дракон же который неизвестно как сюда попал и решил вздремнуть на протяжении длительного времени этот яд вдыхал но не выдыхал концентрируя его в себе получился этакий дракон воздушный фильтр ну и чем все это закончилось мы уже знаем ладно думаю на сегодня хватит сочинений на тему так что заканчиваем перекур и возвращаемся к прохождению пройдя за барельеф мы оказываемся в небольшой пещере с костром двумя знаками призыва и входом на очередную арену пощупав костер мы проверяем знаки убеждаемся что за ними нет наших хороших знакомых после чего улетаем в гости к вестнику с целью освоить заработанные души а вернувшись назад начинаем готовиться к предстоящей схватке для этого поднимаем свою защиту от огня возможно еще и от яда но второе не обязательно в отличие от добавления в быстрый слот порошка починки дело в том что удары по боссу с которым нам предстоит столкнуться по какой-то причине очень быстро ломают оружие а значит чинить его придется прямо во время боя ну и напоследок можно наделить свое оружие уроном молнией что также лишним не будет учитывая сопротивляемости дракона да на арене нас ждет тот самый дракон син которого мы уже пару раз встречали и о котором наслышаны тварь отдыхает в дальней части арены но при нашем приближении пробуждается красиво пыхает во все стороны огнем после чего делает рывок вперед учитывая это не стоит бежать к боссу напрямую и нужно готовиться уклоняться от удара и так дракон син размером похож на виверн но в отличие от них он почти никогда не задерживается на одном месте босс часто взлетает проводит одну-две атаки с воздуха после чего приземляется там где ему вздумается то есть бегать и уклоняться в этом бою придется много впрочем это не очень сложно единственная атака которая реально может доставить проблем это удар головой который босс проводит если вы оказались перед ним эту атаку сложно просчитать и если учесть что она кроме серьезного урона надолго выводит героя из строя то попадать под нее крайне опасно в остальном син очень прямолинеен а значит легко читается к примеру если босс взлетел то достаточно двигаться в сторону по отношению к нему и в нужный момент совершать кувырок в том же направлении так и огненные шары и пикирующие атаки будут проходить мимо при этом главное держать босса в зоне видимости дабы понимать когда тот начинает атаку вообще на сине не стоит фиксировать камеру так как автоприцеливание в этом бою скорее вредит чем помогает босс часто резко взлетает резко отпрыгивает резко может оказаться за спиной после атаки с воздуха на еще бывает что дракон встает на задние лапы и автоприцел к такому явно не готовили в общем учимся самостоятельно следить за боссом теперь что касается атаки у сина есть слабое место и это живот по нему не всегда удается попасть но если такая возможность есть то упускать ее не стоит впрочем рисковать ради такой возможности я бы тоже не стал не настолько уж увеличивается урон чтобы ради этого подставляться под удар также я бы не стал специально гоняться за хвостом босса до его можно отрубить и это даже сделает дракона более уязвимым со спины но за то время что будет потрачено на эту погоню можно снести половину здоровья твари атакуя ее по тем же ногам и как по мне это куда более практично хотя в некоторых ситуациях хвост все же может стать отличной целью к примеру когда син встает на задние лапы и начинает выдыхать пламя под себя тут сам бог велел бежать в сторону его хвоста и бить пока есть такая возможность а вообще самой удобной целью для наших атак в этом бою оказываются кто бы мог подумать задние лапы босса возле них находится своеобразный островок безопасности куда может достать буквально одна атака исполняя ее босс приподнимается и выдыхает пламя по той стороне где стоит герой избежать этого огня бывает непросто но он наносит не очень много урона так что даже если убежать не выйдет стоп пригубив флягу с эстусом смертельной опасности получится избежать ну и напоследок стоит отметить что пламя дракона кроме урона огнем также пытается отравить героя токсином а те же огненные шары которые дракон изрыгает находясь в воздухе после удара об землю оставляет после себя ядовитый туман впрочем не знаю как у других а нам эта особенность не особо помешала одержать победу так мы получили душу сина солидную сумму в местной валюте и конечно же чувство удовлетворения кроме этого после боя на арене что-то засверкало и этим чем-то оказалась корона топлого короля этот головной убор в том виде в котором он прибывает не стоит особого внимания так как все что он делает это слегка буквально на единицу увеличивает или понижает различные характеристики героя это наверняка может быть полезно в каких-то специфических ситуациях но нам такое точно не нужно кроме короны на арене еще лежит кольцо йорга вероятно на труппе самого йорга и оно нам тоже как бы нафиг не надо данное колечко с некоторой вероятностью способно отражать заклинания но шанс не очень большой что в купе с хрупкостью предмета делает его по сути бесполезным но есть на этом кольце кое-что примечательное а именно герб дранглика то есть это уже второй символ указывающий на связь рыцарей крови дракона с королевством вендрика первый если что был на щитах рыцарей и выглядел он в точности как дерево изображенная на стене в королевском проходе неужто шульву осадили по приказу вендрика впрочем неважно сейчас мы можем отпраздновать победу и я даже знаю отличное местечко где мы это сделаем чтобы попасть на место давайте улетим к третьему костру в локации шульва и от него проследуем в пещеру пещеру мертвых я поначалу думал отложить эту локацию на потом но сейчас мне хочется уже перевернуть страницу с данным дополнением и больше к нему не возвращаться в общем спрыгиваем вниз в зал с надгробными плитами и тут должны быть два знака призыва чтобы их увидеть нам естественно нужно восстановить человечность что мы собственно и делаем и так знаки есть и за одним из них скрывается алчный андрей а за вторым пучеглазый афлес вообще эти ребята знатно бы нам помогли но так как мы птица гордая то постараемся порешать все вопросы своими силами то есть мы никого не призываем и идем вперед сами своим пешком так мы игнорируя всякие светильники зажигать их вроде как смысла нет достигаем зала в котором находится несколько защитников светилища и стоят статуи с красными светящимися глазами кроме этого там на полу есть несколько коварных ям так что врагов наверное следует лучше выманить в коридор и избить прямо тут задача оказывается нам по силам после чего мы заходим в помещение и опытным путем проверяем насколько опасны статуи как выясняется эти назовем их устройство плются жидкостью накапливающей окаменение накапливающей довольно медленно в нашем случае а значит мы можем не обращать на них особого внимания но если плевки от кого бы то ни было или чего бы то ни было для вас неприемлемы то статуи можно просто ломать используя любое оружие ближнего боя или бомбы ладно со статуями мы определились в зале ничего интересного больше нет а значит теперь нужно думать куда двигать дальше впрочем думать долго не пришлось так как кроме ям в полу других выходов из этого помещения нет заглянув в них мы можем наблюдать еще больше статуй несколько защитников светилища и прочих черепах с известной ношей прыгать туда сейчас было бы признаком слабоумия и отваги но мы вроде не из таких так что сначала давайте поработаем арбалетом после этого убедившись что мы избавились от всех до кого могли дотянуться можно спрыгнуть вниз в правую яму и отойдя ближайший закуток осмотреться как выясняется часть врагов еще жива а значит расслабляться нам рано одолев ближайших злодеев мы обращаем внимание на тело с лутом и поднимаем с него три угля вражды теперь следуя вдоль стены против часовой стрелки мы отмечаем что это пещера когда-то вероятно была каменоломней по крайней мере тут можно выделить четкие прямоугольные ответвления в большинстве из которых кстати ничего нет но да ладно в одном из ответвлений мы встречаем черепаху и как выясняется за ней находится выход но сейчас он нам не нужен поэтому смотрим в другую сторону стреляем во врага стоящего там и встречаем его с распростертой дубиной теперь продолжаем двигаться в ранее выбранном направлении что сначала приводит нас к сундуку содержащему нечто окаменевшее а потом к очередной выборке по которой ползает черепаха и эту тварь можно было бы не бить но за ней лежит тело со светящимися жуками а значит у нас нет выбора на этом тут вроде как все поэтому шагаем в ранее замеченный коридор и в его конце спрыгиваем на следующий этаж пещеры этот уровень представляет собой коридор с такими же прямоугольными ответвлениями в которых стоят статуи готовые заплевать нас как только мы покажемся из-за угла кроме этого дальше имеются враги в лице все тех же защитников и черепах в общем на первый взгляд это место нас удивлять не собирается так что достаем арбалет и приступаем к планомерному уничтожению всех угроз закончив с этим можно аккуратно продвинуться вперед и внезапно столкнуться с огромным червем тварь и безопасный способ ее устранения нам уже знакомым так что жмемся к стенке после чего активно работаем дубиной закончив с червем снова аккуратно продвигаемся вперед при этом поглядывая вправо где-то там закутки лежит тело с лутом а над ним стоит статуя напоминающая железную деву эта статуя при нашем приближении будет выдыхать туман накапливающее окаменение в общем наша задача сейчас шустренько присвоить добро и не менее шустренько оттуда свалить все из описанного прошло удачно поэтому теперь нам ничего не остается кроме как намылить в смысле подготовиться к бою и заходить на арену в качестве подготовки можно починить экипировку увеличить свою физическую защиту ну и конечно же восстановить здоровье за пеленой нас встретит тройной босс роль которого взяли на себя три неудачливых приключенца неудачливых потому что они ополоумели и застряли в этом месте но это не значит что в бою они не представляют угрозы я бы даже сказал что битва с драконом была куда менее напряженной чем с этими ребятками но давайте по порядку нам противостоит варк это воин в броне хавала цырах это ловкать с луком и рапирой а также ларка вооруженная двумя клинками при этом варк и ларка всегда держатся вместе а цырах поддерживает их стреляя из лука думаю для всех и каждого в такой ситуации становится очевидным кого нужно бить первым и это конечно же лучник однако сказать проще чем сделать так как перед нападением на лучника необходимо еще избавиться от двух преследователей для этого можно увести контактников ближе к входу и запутать их уйдя в сторону или спрыгнуть в первую левую яму с водой убедиться что враги последовали за нами после чего собственно щемиться на всех парусах к цыраху исполняя все это важно помнить что если вы подпустите любого из врагов к своей спине то они почти наверняка проведут критическую атаку кстати если этим врагом окажется варк кто бой на этом скорее всего и закончится поэтому внимательно следим за тылом и после победы над цырахом выбираем следующей целью расхитительницу гробниц как правильно ее бить я не скажу но в нашем случае когда она оказывалась впереди варк начинал тупить и не спешил к своей подружке на помощь возможно и у вас получится такое провернуть так что переходим к последнему врагу варк на удивление шустро машет зубом дракона и довольно быстро восстанавливается после ударов но даже так выбрав правильный момент и уклонившись от удара в сторону врага варку можно зайти за спины и провести критическую атаку впрочем даже если с критом не срослось то такая тактика все равно даст шанс нанести один-два удара что рано или поздно позволит одержать победу победу за которую нам отвалят кучку ресурсов и приличное количество душ также после победы мы сможем пройти в следующий зал где на теле лежит бальзам из черной травы и стоит сундук в котором кто-то припрятал цветочную юбку данный элемент брони не имеет какой-то интересной истории и не сочетается с другими комплектами однако это не мешает ему иметь в своем классе неплохие защитные свойства и слегка повышать характеристики героя и на этом по сути все пройдя дальше мы просто вывалимся в локацию шульва что как бы ознаменует конец пещеры мертвых и в нашем случае всего дополнения вот как-то так мы окунулись в историю этого места и чуть не задохнулись в темноте древних святилищ и гробниц надеюсь следующее дополнение будет разительно отличаться что позволит нам немного развеяться а сейчас полагая пришло время прощаться я желаю всем своим зрителям успехов в делах и развлечениях а также надеюсь на скорую встречу на моем канале